Добрый день, коллеги! Добрый день, коллеги! Докладчики рассказывали, что лечение требует и хирургического, и лучевого, и химиолучевого лечения, и естественно лекарственной терапии. Здесь я написала на сайте химиотерапия, но я больше люблю название противоопухолевая лекарственная терапия, и чуть позже я акцентирую на это внимание. В чем еще проблема? В том, что эти опухоли могут поражать основание черепа, а тоже может понадобиться специфическое лечение. То есть эти пациенты достаточно трудны для лечения. Считается, что в большинстве случаев такие опухоли лечатся хирургическим способом с последующей лучевой терапией. Но химиотерапия, либо противоопухолевая лекарственная терапия, особенно на неодюантном этапе, рекомендована для распространенных видов опухолей с высокой степенью злокачественности. Потому что общий ответ на вот эту индукционную или предоперационную химиотерапию, неодювантную, находится в диапазоне, в большом достаточном диапазоне от 67 до 82%. И, естественно, опухоли с высокой степенью злокачественности являются высоко чувствительными к химиотерапии. Еще раз акцентирую. Большинство исследований, которые описаны в литературе, небольшие, используют различные химиотерапевтические средства, включая химиолучевую терапию, и они исключают обобщение результатов. Опухоли, о которых мы сегодня говорим, имеют такую нейроэндокринную гистологическую характеристику. Поэтому коллеги пытались и пытаются лечить их, в принципе, как нейроэндокринные опухоли, как мелкоклеточный рак. Отсюда истекает и набор препаратов. Комбинации либо монотерапия, понятно, по состоянию пациента препаратов платины, этапазида, добавление антрациклинов, либо винкалкалоидов и фосфамида. Другие авторы сообщают, что они получали эффект и на неплатиновых комбинациях препаратов иринотекан, доцитоксел и темодал. То есть все по аналогии с нейроэндокринными опухолями. Ответы у пациентов с диссеминированным, распространенным заболеванием длились, как правило, недолго. И у пациентов, имеющих отдаленные метастазы, добавление химиотерапии к хирургическому, либо лучевому лечению, было связано с улучшением общей выживаемости. Ну и учитывая, что вот эти опухоли, я сейчас говорю об обонятельной нейробластоме, либо эстезионейробластоме, эти опухоли очень хорошо реагируют на лечение, и они редки. И поэтому вот уже диссеминированные, распространенные опухоли после лечения мы имеем редко. Ну вот на данном слайде представлен обзор и метаанализ 678 пациентов. Вот 12% из них развелось отдаленное метастазирование после начального окончательного лечения первичной опухоли. Всего 12%. Среднее время до развития отдаленных метастазов составило 15 месяцев и наступало не раньше 27 месяцев. Наиболее частым местом для метастазирования были кости, позвоночник, легкие. Ну и естественно выживаемость в отдаленном периоде варьировалась от метода окончательного лечения. То есть сколько мы умудрились вложить в этого пациента и стадии КАДИШ. Общая 6-месячная выживаемость составила 63%. То есть выживаемость при отдаленном метастазировании невысокая у них. Отмечают также эти авторы, что общая выживаемость у пациентов, имеющих метастазы в спинном мозге, была лучше, смотрите, чем при наличии метастазов в фицеральных органах. Почему я сказала, что противопухолевая лекарственная терапия? Сейчас активный век развития таргетной терапии, иммунотерапии. И в данной группе пациентов авторы описывают хороший эффект на таргетной терапии данных видов опухоли. Сунитениб, цетоксимаб. И даже было продемонстрировано в исследовании, что подмножество вот этих опухолей, эстезионейробластом, экспрессируют молекулы иммунных контрольных точек. Что позволяет предположить, что иммунотерапевтические подходы, видимо, будут иметь свое развитие в лечении данного вида опухоли. И вот группа авторов также в своей статье рекомендует, учитывая редкость этого заболевания, включать таких пациентов в клинические исследования тогда, когда это возможно. Но я хочу еще все-таки добавить, публикуйте свои редкие наблюдения, потому что мало представлено случаев. Но ведь есть большой, наверное, пул пациентов, о которых не написано, и никто не знает о них. Ну и дальше следующий вид опухоли. Это недифференцированная карцинома при даточных пазах носа. Как правило, считается, что лечение должно быть агрессивным, комплексным, включающим комбинацию хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии. И очень многие авторы отмечают, что использование именно трех методов лечения лучше, чем какого-либо двух, связанных друг с другом. Ну и в целом на сегодняшний день лечение этих опухолей хирургическое вмешательство с последующей адювантной лучевой или химиолучевой терапией, или конкурентная химиолучевая терапия с неадювантной химиотерапией или без нее. Я хочу здесь сказать, что при подготовке к данному вебинару я, например, не нашла в зарубежных исследованиях данных о проведении химиомбализации опухоли. Мы действительно давно, уже много лет сотрудничаем с институтом Поленова, который сейчас называется Центр Алмазово, поэтому вы разное название слышите, с нейрохирургами. И видим очень хорошие результаты. И как химиотерапевт, ведь мы же еще и боимся очень часто самого эффекта, то есть мы боимся, что на фоне лечения опухоль начнет распадаться, кровоточить, появятся какие-то осложнения. Поэтому химиомбализация действительно помогает в данном случае. И еще раз, очень трудно сравнивать результаты всех подходов, учитывая, что опухоли редкие и случаев очень мало. Поэтому, пожалуйста, публикуйтесь, пожалуйста, описывайте их. Потому что тогда, когда идет сбор анализа всех этих статей, они же потом можно собрать хороший метаанализ, провести и посмотреть, у кого что получилось. Ну вот, Замира Ахметовна говорила уже об НССН рекомендациях. На самом деле здесь тоже в основном вот эти препараты и идут. Карбоплотин, цесплотин, циклофосфамид, доксорубицин. И хочу отметить, я специально уже вроде наизусть знаю все эти рекомендации, заглянула в рекомендации вчера вечером АОР, которые расположены на сайте Минздравы, которые являются для нас ведущим моментом в выборе нашей тактики. И конкретных рекомендаций по лечению именно этих редких видов опухолей на сегодняшний день не существует. Понятно, потому что это редкие виды опухоли, и мы не определились четко с их лечением. Здесь только опыт каких-то небольших групп исследователей. В итоге, я крайне не люблю слово, когда мы делимся на хирургов, на химиотерапевтов. Я считаю, что существует понятие онколог, и в лечении очень многих видов опухолей участвует много врачей. Как минимум четыре. Патолог, хирург условно, химиотерапевт условно и лучевой терапевт, естественно. И поэтому по поводу лечения данного вида опухоли ведутся большие споры, в принципе, исследования. Редкость, все это способствует отсутствию консенсуса между нами. Споры возникают, естественно, часто, но в спорах рождается истина. Однако за последние 10 лет, в том числе благодаря развитию и возможностям хирургических вмешательств, появилось много лекарственных препаратов. Все-таки подвижки есть в лечении этих опухолей. И последнее, заключить я свое выступление хочу фразой, что необходим командный подход к комплексному лечению этих редких видов опухолей. Спасибо большое.